Добрый день, дорогие коллеги. Так получилось, что мой доклад подходит к решению тех вопросов, которые были заявлены в первом докладе по поводу диффузных загрязнений. У нас немножечко другой подход, но решался тоже в той же программе «Оздоровление в области». У нас есть 23 предприятия, в том числе 18 производственных истоков и 5 средневых истоков. Качество очистки, я думаю, вам понятно. Значит, есть его общий объем. Вот 1171 миллион кубометров в год, сточных в год, и миллион восемьдесят шестьдесят сотых миллионов кубических миллионов в гривне в год. Поэтому актуальной задачей является достижение баланса между воспользованием, которое проявляется в таком виде, и сохранностью годных объектов. Значит, цель нашего исследования — изучение экологического каркаса личных водосборов, его средорегулирующих значений и роли формирования потока биогенных веществ. Задача — значит, оценка современного состояния экологического каркаса водосборов, рек средней полосы России, реконструкция каркаса для восстановления его средоформирующих и средоощитных функций, и разработка методики получения предполагаемых количественных оценок поступления биодейного и грязняющего вещества. Ну, значит, прежде всего несколько слов о том, что такое экологический каркас, потому что, может быть, не все с этим сталкивались. Значит, с мировой практикой формирования экологического каркаса признаются наиболее перспективной технологией запоряжения ценных природных ресурсов. И для территории с развитой гидрографической сетью пано-юропейская стратегия, которая активно занимается развитием зеленых сетей, рекомендует проектирование экологических сетей в географические реальные границы водосбора на Базаре. Применительно к личным водосборам экологический каркас – это взаимосвязанная, пространственно организованная структура гидрографической сети водосбора и всех сохранившихся внутри него участков, естественных ландшафтов, урочищ, водноболотных угодий и других объектов с различными режимами природопользования. Вот примерная схема экологического каркаса водосбора. Структурные элементы – это ядра, это сохранившиеся естественные ландшафтные объекты, которые выполняют средообразующую функцию. Коридоры, которые соединяют эти ядра, это водные объекты, они выполняют транспортную функцию. Тарвики, водоразельные леса, луга, лесопол с различным назначением тоже относятся к коридорам. И буферные зоны, выполняющие средозащитную функцию вокруг ядер и коридоров. Это вот такая вот простая схема. Значит, ну, поскольку в настоящее время в России не существует именно система управления и контроля за состоянием элементов сети ЭК, то, значит, главная задача – это разработка мониторинга этого элементов экологического каркаса. Наблюдений при полевых практически, так сказать, не проводится, поэтому основной источник информации – это материалы сил высокого размешения. Значит, особенно эффективно это применение для распознавания границ структур слабо-нарочных территорий, нарушных территорий, сельских и посугодий, разделения различных сетей красительных сил. Значит, вот пример космического снимка. По цифре 1 – это ядра разной значимости и разных размеров. Здесь, к сожалению, нет особо охраняемых природных территорий на этом сентябре, но они тоже, в принципе, находятся. По цифре 2 – это коммуникативные коридоры, речная сеть. Вот здесь – это разная палочная система, защитные весы полосы, и буферные зоны, и локальные узлы – это места пересечения разных коридоров и прочие земли. То есть вот этот, так сказать, такой вот экологический каркас в старых, так сказать, освоенных районах, он достаточно фрагментарный, но хотя бы хоть что-то сохранилось, и это способствует и перемещению, так сказать, всего живого, и, так сказать, растительности, сохранению растительности в таком-то виде. Вот основные задачи в мониторинге каркаса. Это первое – это инвентаризация элементов, второе – это группа задач, это решение, значит, по реконструкции экологического каркаса, и информационное обеспечение различных программ, направленных на экологическую оптимизацию ландшафта, в том числе и охрану вод, вод, истощение и загрязнение, потому что понятно, что оздоровить, значит, благоприятная обстановка на водосборе, она способствует и благоприятной обстановке для улучшения качества воды в угодных объектах. Значит, вот первый этап – это выявление главных элементов каркаса различных графических уровней на основе картографической и спутниковой информации. Понятно, что космический снимок гораздо более информативный, чем типографическая карта, с позиции выделения всех хозяйств по лигу, то есть мозаика здесь какая, да, а на карте это понять невозможно совершенно. Это с одной стороны. Кроме того, значит, снимок позволяет выделить поля, используемые активно, и зарастающие, и заросшие, так сказать, окончательно. Это чисто визуальный, так сказать, подход, и он позволяет достаточно достоверно это определить. Но с другой стороны, графические карты обладают другой информацией, которую на снимке получить трудно. Например, высота деревьев, глубина рек, ширина рек точно указывается и так далее. То есть вот и совместное использование вот этих двух источников информации, оно позволяет на базе из технологий создать достоверную базу данных. Значит, что мы делали в нашей работе? Значит, вот Иваньковское водохранилище, часть Иваньковского водохранилища, это Шушенский Плес, водосборы рек Лама, вот это, вот зеленое практически все, это Лама. Значит, вот это вот водосбор Дойбицы и водосбор местного стока, где совсем малые реки и ручки, ну, близко к курезу воды водохранилища. Значит, водосбор Ламы мы разбили на несколько водосборов притоков первого порядка. Была подсчитана, подсчитаны земли разной степени нарушенности по водосборам. К ненарушным относились леса, слабонарушные, это рука, участки осушения полот, интенсивно разрушенные населительные территории, башни, промпредприятия и сельхозпредприятия. По семи позициям, вот плотность населения, доля лесов, доля слабо освоенных земель, доля пашин, там, ОПТ и населенных пунктов землетранспорта, была составлена матрица, по четырем категориям. И вот, когда мы все это подсчитали для водосборов, для этих водосборов, оказалось, что водосбор Дойбицы, вот этот вот водосбор Дойбицы, он набрал самое большое количество баллов. Ну, просто эти водосборы очень сильно залесенные, водосбор Дойбицы достаточно сильно, так сказать, освоен. Вот водосбор Дойбицы, крупный масштаб, 100-тысячная, вот топографическая карта. Вот вы видите, значит, вот сама река, вот сама река и достаточно много зеленого, много леса. Вот это Завидовая, так сказать, национальный парк. Здесь тоже большой массив леса, практически на вес водосбор. То есть вдоль леса, вот, от площади водосбора занимает, вот, практически 50 с лишним процентов, больше половины. И, тем не менее, так сказать, показатель в воде. Вот, вот водосбор, так сказать, полоса вдоль реки, шириной примерно от 4 до 6 километров, это антропогенная нагрузка. И вот лесные массивы, и вот тоже еще локальное, тут такое ядро антропогенного воздействия. Вот крупным планом территория, вот эта вот территория, вот здесь вот крупным планом. То есть зелени здесь практически нет, здесь 100% уничтожение полосы. Вот антропогенные объекты, основные, которые на Дойбице существуют. Это вот Редисон Завидова, который построили совсем недавно. Такой очень, так сказать, пятизвездочный артреп для, так сказать, отдыхающих. Затем крупный стекольный завод, крупнейший в Европе, который выпускает стеклый для небоскребов. Это выпуск, так сказать, местное население очень жалуется, что тут все и огороды желтеют, и, так сказать, и все и сливается тихаря, это в Дойбицу сливаются стоки. Ну, правда, сейчас вот при последних данных я не могла найти, по, так сказать, в какое количество и чего сливается. Может быть, они сейчас уже исправились, не знаю. Вот, и, допустим, это вот пример, это осушение болот. Вот так это выглядит, разработка, полноторфоразработки. Так, значит, почему-то здесь карта, когда появится на этом месте, почему-то ее нет. Сейчас, наверное, появится. Значит, современное расстояние, когда сбора Дойбица, значит, был проведен анализ всех этих территорий, и составлено балакар, да, куда она делась, я не знаю. О, появилась. Появилась. Так, вот здесь, да, значит, леса, вот эти все антрополинные объекты, вот, так сказать, выделена территория по степени нарушенности. И, значит, мы решили здесь провести реконструкцию экологического каркаса, то есть, вот, соединить сохранившиеся ядра и коридоры между собой, чтобы эта сеть была как можно более плотная, как можно более тесная. Так сказать, ну, что-то у нас получилось. Конечно, это все, проект на бумаге, это не на каком-то реальности, потому что за рубежом, вот здесь еще строить начнут железные дороги, вот здесь построена новая, как раз сама Россия, Москва, Петербург. Их бы никогда не приняли, если бы не было тут вот зеленых переходов для, так сказать, всего животного мира, который насаждают эти леса. В общем, даже вот этот парк национальный завет, вот, он, должны же быть какие-то, здесь этого нет ничего. Но, тем не менее, значит, мы что-то попытались сделать. Вот по снимкам космическому определяли заросшие, так сказать, пашни, которые уже практически в луга превратились, пашни действующие. Вот все это видно очень хорошо, не требует никаких дополнительных, так сказать, преобразований программных. Вот установление, значит, на втором этапе мониторинга мы устанавливали места разрывов сети экологического каркаса, так сказать, чтобы как можно более целостную структуру восстановить, и выделение активальных мест, так сказать, это еще нет. Так, вот построен был экологический каркас территория, показаны были транзитные коридоры, существующие ядра, вот они, вот эти вот ядра, зеленые, затем коридоры, узлы слияния электроручьев, транзитные коридоры, буферные территории и реконструируемые элементы каркаса. То есть вот они, вот красными точками, да, дополнительное, так сказать, создание защитных лесополос, защитные лесополосы вокруг населенных пунктов, потому что понятно, что, конечно, тоже никаких там, никакой канализации, ни септиков, ничего, а этот лес в данном случае, так сказать, выполняет роль природного фильтра. Вот такой вот, так сказать, проект. Ну вот крупным планом какой-то фрагмент карты. Это соотношение различных земель экологического каркаса. Вот видите, леса, это практически вот 48%, еще 10% ОПТ, ну и все остальное там уже понемножку. Ну, в общем, достаточно вроде как благополучная ситуация. Значит, и вот на третьем этапе, используя порученные результаты, мы решили принять, значит, вот эти вот элементы каркаса, которые приводят к перераспределению площади элементов, так сказать, надземных существующих и каркасных, для оценки, так сказать, содержания загрязняющих веществ, для оценки уменьшения диффузных загрязнений, поступающих с водосбора, в водоем после реализа этого проекта. Значит, мы использовали экспериментальные данные, привезенные, так сказать, в книге Нежековского, значит, по элементам ландшафта, разные объемы выноса фосфора и азота общего. Понятно, что тут даны только диапазоны. Значит, сверхлизных территорий и болотных от 0,5 килограмма до 0,1 килограмма фосфора в год, азота от 1 до 2 килограммов, и спашен, допустим, того же азота от 3 до 5. Нарушные территории для дойбицы подсчитаны, по, так сказать, стипам, все это тоже подсчитано, и получилось, что здесь у водосбора до дойбицы азота может выноситься от 25 до 44 тонн в год, только с одного этого водосбора, и фосфора от 2 до 5 тонн в год. И вот уменьшение площади ПАШа, только ПАШа на 10%, позволит сократить вынос фосфора от 200 до 200 килограмм в год. И общего азота, вот, почти от 600 до 1000 килограмм. Вот, подсчитанное по этой вот предложенному экспериментальному оценку. И также подсчитано было для, так сказать, всех водосборов, которые я вначале показывала. Показывала выносы. И таким образом, всего, тоже вот, по азоту, к общему, от 350 до 600 тонн в год. Вот, всего этого водосбора оказалось на водополучном год. И от 21 до почти 70 килограмм в год своего общего. Это, это, фактически, как было на сердце сейчас. Уменьшение ПАШа еще не считаю. Вот таким вот образом, значит, вот использование реконструкции клавишио-каркаса может являться одним из методов для предварительной оценки выноса диффузных загрязнений вот ведь биогенных веществ в речные водосборы. И, соответственно, улучшение этого каркаса, восстановление его позволит в некоторой степени уменьшить вынос этих загрязняющих веществ ну, наряду, или может применяться, но наряду с другими методами. То есть, вот как метод уменьшения объема вступающих веществ. Все, спасибо большое. Внимание. Спасибо. Екатерина Кашунина, институт географии Российской академии НАУ. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то створы, которые меряют гидрохимы? Может быть, вы сами меряете на дойбице. Есть ли какие-то ряды наблюдений, которые показывают, к чему вопрос? За последние 30 лет огромное количество полей было заброшено, изросло лесом. Увидите ли вы улучшение некое все-таки? То есть, или это не каркас? Вот этот восстановленный, не коренной сток, а вторичный лес. Полевые наблюдения проводились, когда, так сказать, еще активно работала Иваневская и НИСНОШЭ. Но вот в последние годы, вот когда такое активное заброшенное, так сказать, исходительное поле, регулярных наблюдений не проводилось. Поэтому, так сказать, это вот чисто такой теоретический подход. И если были бы другие оценки, так сказать, более точные, более приближенные к нашей территории, хотя это тоже для климатической зоны, то будет тогда более точно разноситься и изменение поступлений диффузных загрязнений. Спасибо. Еще вопрос. Здравствуйте, спасибо за отличный доклад. У меня возник такой один вопрос. Почему у вас леса относятся к контрападемно-незатронутым территориям? Почему в экологическом каркасе лес, это у вас, скажем так, зеленая благополучная зона? Ну, а с чем вы можете сравнить с антропогенно затронутой зоной лес? Как можно сравнить? Все-таки там сохранилась естественная растительность, там сохранились естественные почвы, подстилка лесная. Лес формирует режим водного стока, между прочим, во многом, кроме осадков. Позвольте с вами не согласиться. Может быть, не знаю, как здесь, но у нас, допустим, в Забайкале, может быть, есть коллеги тут из Забайкаля тоже, лес это достаточно такая территория, подверженная антропогенному воздействию. В том числе, допустим, различные там грибники, ягодники. Это может быть, допустим, тут тоже вопрос возникает по поводу сведения леса и лесовосстановления. Считать ли это естественная территория или не считать, нарушенная или не нарушенная? Вот когда лесосведение происходит, когда у вас вырубка проходит незаконная, тогда это, конечно, антропогенно нарушенная вырубка у нас здесь. Представьте себе, что лес потом восстановили. Считать ли его потом восстановленным? То есть можно считать ли, что в экологическом каркасе... Ну, если он восстановился, да, то это уже, ну, не коренная растительность, а восстановленный, но, тем не менее, так сказать, она, так сказать, своё дело делает. В эрубке надо засаживать, потом по новой основе восстанавливать лес. Понятно. Иначе бы всё было совершенно без леса. Ну, всё равно есть... Сказать, что грибники и ягодники сильно вытаптывают лес по сравнению с... Это лишь к примеру. ...карьерами и, так сказать, с отходами этого... Это может быть и крупнорогатый скот, где, допустим, он проходит там по каким-то участкам леса, да, он, там, пути, так сказать, не миграции, но ежедневные пути прохождения. Ну, вы знаете, даже вот на заповедных территориях, когда, после того, как прекратили выпуск скота на этих территориях, стала меняться растительность. Смена фаза происходила, потому что... Иначе стали на стороне произрастать растительность. Это тоже положительную роль как будто играют. Но в меру, потому что есть определенные нормы выпусков. Всё, спасибо.